Есть маффины и не поправляться. Вам кажется, что это нереально? Но моя сегодняшняя гостья, участница проекта «Зважение, то счастливее» Алена Воронова докажет. Вы можете даже выпечкой себя побаловать, если научитесь готовить маффины без муки. Сделаем это прямо сейчас. Алена, здравствуй. Дай тебя обниму. Красавица! Умница! Ты знаешь, мы все с удовольствием наблюдали за тем, что ты сделала в проекте «Зважение, то счастливее», но мне кажется, что ты еще похудела. Да, я постоянно тренируюсь. Питаюсь правильно, кушаю вкусненькие, низкокалорийные маффины, с которыми с удовольствием сегодня поделюсь своим рецептом. На сегодня я уже вешу 84 килограмма. А к лету я вообще планирую быть 70-75. Отличный план. И это при том, что ты будешь периодически баловать себя маффинами. Я обязательно себя буду баловать разными вкусностями. Для того, чтобы научиться готовить маффины, от которых не поправишься, у нас есть все необходимое. Мне кажется, только не хватает чашечки кофе. Мы сейчас с тобой зарядимся энергией и начнем готовить. Хорошо? Да. А ты мне пока, пожалуйста, расскажи, откуда у тебя такой необычный рецепт. Я, Надечка, очень большая сластена. Я очень люблю вкусненькие печенья, тортики, конфеты. Но у меня же есть прекрасная подруга, Светлана Фус. О, да, замечательная подруга. И вот когда-то я пришла к ней со слезами на глазах. Говорю, Светочка, не могу, хочу чего-то вкусненького, помоги. Она говорит, так, эту неделю ты живешь по моим правилам. Если ты все выдержишь, покажешь хороший результат, то на следующей неделе я тебя побалую. И, конечно, я очень ждала. И вот она мне, Светочка, на следующей неделе рассказала рецепт этих прекрасных низкокалорийных маффин. То есть это маффины, которые одобрила диетолог Светлана Фус. Срочно начинаем учиться их готовить. Нам понадобится банан. Мы его сейчас срежем. Так как сегодня еще нет насвежих ягод. Поэтому у нас будет вяленая вишня, низкокалорийный кефир и творог четырехпроцентный. Понадобится одно яйцо. И, конечно, вкуснятинки нам придаст имбирь, корица и ваниль. Еще и специи. Отлично. Банану мы нарезали. Сейчас мы кладем в нашу машину наши ингредиенты. Итак, для того, чтобы замесить основу для творожных маффинов, можно воспользоваться нашей кухонной машиной. Там есть такая специальная насадка, с помощью которой мы легко смешаем все ингредиенты для теста. Так, вот теперь у нас вяленые ягоды, вишенки. Вообще, мои дети любят клубнику. Я люблю вишню, так как мои девочки сегодня за мной наблюдают по телевизору. Поэтому я буду с вишенками делать маффины. Ну, придет сезон клубники, можно будет и с клубникой делать. Да. Замороженную я не рекомендую ягоду. Лучше брать вяленую. А почему? А потому что она на денька растечется и не будет очень красивая. Точно. А девчонки тоже любят вкусненькое поесть? Ой, ну кто же не любит? Конечно, любят они вкусненькое, но они сейчас очень следят за маминой фигурой. И поэтому они сейчас тоже придерживаются низкокалорийного питания и худеют вместе с мамой. Ну, вот сейчас мы разговариваем с Аленушкой, и в то же время закладываем все ингредиенты для маффина сразу в чашу кухонной машины. Да? Очень удобно. Надечка, я хочу тебе заметить, что в этих маффинах в 100 граммах будет всего лишь 253 калории. В обычном маффине 337 калорий. Наши очень низкокалорийные. Мы будем их выпекать, может быть, включить духовку? Конечно, на 180 градусов, Надечка. Ты обратила внимание, что сахар не нужен здесь? Угу. Здесь, получается, сладость нам дал спелый банан. Точно. Ну, конечно, это будет не настолько же сладко, как иногда мы делаем, если добавляем сахар. Но мы же не забываем, что мы за здоровое питание. Нам нужно держать себя в форме. Кстати, спорт тебе помогает. Ты занимаешься физкультурой? Дело в том, что, Наденька, уже без спорта жить просто я, наверное, не смогу. Питание и спорт – основной успех похудения. А насколько регулярно ты занимаешься спортом? У меня обязательно на дорожке бег. И у меня есть комплекс упражнений, которые для меня разработала Анита. Прекрасно. Я думаю, что это эффективная помощь. Если человек правильно питается, ест только полезные десерты, так точно еще похудеешь. Так, что мы дальше будем делать? А сейчас мы возьмем формочки. Смазывать формочки не нужно. Надечка, если мы смазываем форму, это уже у нас лишние калории. Поэтому нужно взять формочки, которым тесто не прилипнет, в частности, силиконовые. Да. Как прекрасно ты рассчитала. Все тесто по формочке. Ну, я же хозяйка. Да. Надечка, если ты обратила внимание, мы накладываем полные формочки теста, потому что они у нас без разрыхлителя, без муки, и они у нас не подымутся, а немножечко даже осядут. Отправляем в духовку. Наши махины будут готовиться 30-35 минут. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ой, прошу. Надечка, а ты слышишь аромат вишни? Да, необыкновенно вкусно пахнет, и мне так хочется их скорее попробовать. Но я вижу, что у нас есть еще какие-то неиспользованные ингредиенты. Мы что-то еще будем делать? Крем. Ух ты! И мы будем украшать наши маффины. Здорово. Опять-таки мы воспользуемся твоей машиной. Отлично. Нам понадобится, опять-таки, низкокалорийный творог и обезжиренный йогурт. Все это мы взбиваем. Пока крем взбивается, расскажи мне немножко о своих дочках. Чем они сейчас занимаются? Одна у меня ей 13 лет. Она занимается профессионально спортом. Каким? Она у меня будущая чемпионка мира по гонболу. Как мама правильно говорит. А старшая дочка у меня ей 20 лет. Она немножечко у меня другая. Ее интересует журналистика. Она очень долго у нас пишет, читает. И в будущем, я так думаю, будет журналистом. Здорово. Такие разные интересы, и каждая по-своему хороша. Но цель у них одна – продлить здоровье и молодость своей мамы. Прелесть. Я когда Надечка похудела, меня муж начал на руках носить. Класс. В прямом смысле слова. И поэтому для него такое питание, какое я сейчас готовлю, он полностью под него подстраивается. Может быть, ему и не очень оно и нравится, но он, конечно, восхищается и говорит, все очень вкусно, все отлично. Только чтобы все было в доме такое, чтобы, не дай бог, не испортило мою новую фигуру. Конечно. Но он же видит результат, и это его вдохновляет. Достаем наши махины. Смотрите, какие они красивые, прекрасно держат форму. Ой, такие аппетитные. Мы воспользуемся таким кондитерским мешком сегодня, но если у вас такого нет, вы, как обычно, можете взять плотный полиэтиленовый пакет или пакет из-под молока, срезать уголок и заполнить кремом. Мы будем украшать наши маффины. А мы переворачиваем их, да? Обязательно нужно их перевернуть. Ух ты, как интересно. Чтобы они были более гладкие. Вот так раз. Ой, какой замечательный крем. И посмотрите, какие они необыкновенно красивые. А я пока напомню, как мы их готовили. Возьмите спелый банан, вяленые ягоды, низкокалорийный или обезжиренный кефир, творог, яйцо, сушеный имбирь, корицу, ванилин. Порежьте банан, добавьте к измельченному банану вяленые ягоды, добавьте творог и яйцо, долейте кефир и перемешайте все ингредиенты. Добавьте по вкусу имбирь, корицу и ванилин. Разложите тесто по формам и запекайте в духовке при 180 градусах 30-35 минут. Для крема возьмите творог, обезжиренный йогурт. Взбейте творог с йогуртом. Готовые маффины украсьте кремом и ягодами. Необыкновенная красота, так аппетитно. И как радует то, что полакомившись таким необыкновенно красивым десертом, мы будем чувствовать не угрызение совести, а радость от того, чтобы организм получил столько полезного. Волшебно. Я все время думала, ну будет кисловато, но все-таки мы же не добавляем ни сахара, ни меда. А получилась такая нежная сладость благодаря сладкому банану, что десерт действительно просто изысканный. И сочный, и мягкий, и воздушный. Спасибо тебе огромное, потому что благодаря вот такому десерту мы и вкусненьким полакомимся, и фигуру к лету сохраним идеальной. Приходи еще в гости. Спасибо. Обязательно.